Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение послания к римлянам первоверховного апостола Павла. И сегодня мы вместе с вами будем читать седьмую главу этого послания. Здесь две темы. Первая тема – «Мы мертвы для закона и свободны для служения Богу». И вторая тема, она седьмого стиха и до конца – «Закон и грех». Итак, седьмая глава, с первого стиха и ниже. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, уже освобождается от закона замужества». Действительно, когда умирает муж, жена становится свободной, и она может вступить в новый брак, выйти замуж за другого человека. Но возникает вопрос, а когда умер закон, чтобы благодать смогла бы войти в жизнь нашу? Апостол Павел пишет о том, что закон умершвлен слабостью нашей плоти. То есть мы все не способны исполнять закон. Недавно один мужчина, очень религиозный, он мне рассказал, что в течение месяца Господь буквально защищал, оборонял его от некого порока, который имеет место в его жизни. И он пребывал в радости, он просто наслаждался этим состоянием и вожделел, чтобы это состояние продолжалось, вот такой без порочной жизни. И он вдруг начал экспериментировать. Он стал допускать какие-то вольности, чтобы как бы перепроверить, насколько он сильно оторвался от этого порока. В результате штопором слетел вниз и потерпел кораблекрушение веры. Вот такой образ использует апостол Павел. Кораблекрушение веры. Некоторые, которые проявляют самоуверенность, в борьбе с дьяволом они могут проиграть. И даже Господь может попустить человеку такое падение. Господь иногда попускает нам уходить от него, впадать в разные грехи. Но Господь это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без него. Итак, мы слабы. И когда мы об этом забываем, Бог нам это напоминает. И вот закон, он оказался мертв. То есть заповеди перестали работать в жизни людей, которые должны были соблюдать эти заповеди. Я имею в виду иудеев. Это набожный народ, который с детства пристально изучает закон, но реальность жизни не соответствует тем идеалам, к которым они стремятся. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. «Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа». То есть человек, для того, чтобы ему возродиться во Христе и со Христом, он должен признать всю несостоятельность всех своих усилий, всех собственных попыток, автономных от Бога, исправиться и измениться в лучшую сторону. Такое возможно только во Христе и со Христом. Как он сам и свидетельствует, без меня не можете делать ничего. «Так и вы, братья, – восклицает апостол, – так и вы, братья мои, – умерли для закона телом Христовым, когда Христос умертвел все наши грехи и преступления, взятые на себя, чтобы принадлежать другому, чтобы быть объятыми милосердием Божьим во Христе. Чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, то есть Христу, да, приносим плод Богу». Плод Богу – это наша вера и преданное служение Иисусу Христу, который является единым ходатаем, единым посредником между Богом и человеками, и, как я вам часто объясняю, об этом писали отцы церкви, что посредник между Богом и человеками должен быть и Богом, и человеком одновременно. Поэтому никакой римский папа не может быть посредником между нами и Богом, никакой патриарх. Они предстоят в молитве, в своих общинах, один в западной церкви, другие патриархи в восточных церквях, но это не означает служение посредника. Такое возможно только Богу, человеку. И Он умертвил наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И мы должны пережить собственную смерть для греха. Представьте себе, у вас дурная компания, постоянно вас приглашают, выпивки, распутства, грабежи, преступления, и вдруг однажды за вами заходит вся ваша команда, а им говорят, а Вася помер. Как помер? Вот заходите, смотрите, вот обмыли, одели уже в костюм. Ну и как поведут себя ваши друзья? Ну посмотрят, посмотрят, перекрестятся и выйдут. Вот такую мертвость к греху мы должны обрести в своей жизни, чтобы люди перестали нас приглашать к участию в чем-то греховном, чтобы они оценили, что это уже другой человек. Да, у него тоже имя, даже тот цвет глаз, волос распознаваем в пространстве, но это другой человек. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да, приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, закон – это как зеркало, он показывает, что грех, что не грех. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Страсти, обнаруживаемые законом. О чем это? О чем? Один мужчина мне рассказывал. Он читает книгу-притч, вот так открыл, где откроется, а там сказано, посмотри на вино, как оно пенится, как оно усаживается в стакане. И у него такая страсть появилась, он закрыл Библию, побежал, напился. А он был в завязке. То есть грех берет повод от заповеди, и хотя Писание говорит, пей, но не упивайся, не смотри на вино, как оно ровно усаживается, вот эти пузырьки все эти там, пеночка легкая, как змея ужалит, сказано в той же книге притч. Дьявол, он всегда ищет, как нас подтолкнуть в сторону греха. Ибо когда мы жили по плоти, то есть интересы плоти доминировали в нашей жизни. Вот, кстати, старость, она существует для того, чтобы доминирование плоти сводилось, а на нет. Потому что интересы плоти ослабляются в старости. Уже и вкус пищи не такой, уже и напитки не так привлекают. Все неудобно. Неудобно не только стоять или долго ходить, но и лежать уже неудобно. С годами все становится очень сложным, и физиологические функции организма, все эти процессы становятся сложными, трудными, и ослабевает связь с плотью. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Все, наверное, знают, что есть такая книжка, называется «Воинский устав». Помните фильм «Азори» здесь тихий. А воинский устав – это… Вы знаете, если человек руководствуется предписаниями, уставами, даже скрупулезное изучение заповедей, жизнь в результате останавливается. Человек не может все точно исполнять. Должны быть какие-то допуски, посадки и так далее. Есть такой способ японской забастовки, когда человек поступает на работу в какую-нибудь корпорацию в Японии, от него берут подписку, что он не будет бастовать. И японцы подписывают, если он будет бастовать, там будет судебное разбирательство и штрафы. Японцы придумали такой вид забастовки. Все начинают делать по инструкции, и предприятие останавливается. Любое предприятие останавливается. Поэтому жизнь по благодати, по благодати, по любви, она не противоречит жизни по закону, но мотивации другие. Здесь жизнь по закону – страх наказания, за грех смерть, не бывает прощения грехов без пролития крови, а здесь чувство благодарности и любовь. Совсем другая мотивация, совсем другое отношение. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Блаженный Августин выразил эту мысль словами. «Люби и делай все, что хочешь». Что это значит? Ты не можешь по любви убить человека. Ты не можешь по любви опорочить женщину, изнасиловать ее. Ты не можешь по любви украсть. Поэтому Августина говорит «Люби и делай все, что хочешь». Любовь – это критерий, высший критерий. Мирила. Любовь – это сущностное свойство Бога. Это то, что делает человека подобным Богу. Что значит «подобный»? как Бог целим. Как Бог целим образ Божий, подобие Божие. Целим по-еврейски. Это как будто на чистом листе бумаги поставлена печать царя. Царь поставил печать и сказал тебе, пиши, что хочешь. Бог создал нас по образу и подобию своему. дьявол все хочет изменить. Далее идет тема о законе и грехе. Надо сказать, что тема о законе и благодати, о законе и грехе – это интересная тема. Что же, скажем, неужели от закона грех? Неужели от закона грех? Вот этот мужчина, он прочитал там про вино, закрыл Библию, побежал и сорвался. «Никак! Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Ибо без закона грех мертв. Дьяволы и бесы, они лишены творческого начала. Поэтому, чтобы им нас соблазнить, они берут повод от заповеди и подталкивают нас на ее нарушения. Павел далее начинает говорить от первого лица. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Я думаю, что это риторический оборот речи. Он с молодости учился у ног Гамалиила, и он знал закон. Но он говорит из глубины как бы человеческой экзистенциальности. «Я жил некогда без закона». То есть он представляет человека, который не знал закона. Но когда пришла заповедь, а когда человек жил без закона, он даже не знал, что он грешит, что-то совершая. Но когда пришла заповедь, то грех ожил, он узнал, что это преступление, все, что он делал. А я умер. То есть по закону мне смерть полагается, оказывается. «И таким образом заповедь, данная для жизни, а закон дан для жизни, сказано, исполнивший закон будет жив им, не для смерти, а для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, точнее дьявол, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». То есть заповедь ее. Когда Бог сказал людям, «От древа познания добра и зла не вкушайте от него, ибо в день, в который вкусите, смерть умрете». И вот в сознании людей эта мысль могла начать бродить. «От всех деревьев в саду вы можете есть, только от древа познания добра и зла». «Только от древа познания добра и зла». «Только от древа познания добра и зла». «Я больше так не могу». Человек сорвает ее. Вот это обольщение дьявола. Когда какая-то склонность превращается в навязчивую идею, человек действует в каком-то маниакальном дурмане. «Дьявол обольстил меня и умертвил ею». То есть заповедь. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведные добра». Потому что назначение заповеди – показать человеку его реальное состояние. Ты идешь на исповедь, посмотри заповеди Божьи, евангельские заповеди, перечитай Нагорную проповедь, это тебе поможет. Но дьявол святое делает грешным. Ведь в чем заключается грехопадение наших прародителей? Дьявол сказал, «Будьте как боги». А Бог их и создал по образу и подобию своему. И Бог и хотел, чтобы они были, как Он, уподоблялись Ему, то есть возрастали и в подобии, сохраняя чистоту образа. А дьявол предложил это все форсировать. В конце концов, каждый из них стал своим самостоятельным Богом для самого себя. Богом в кавычках. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. «Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго, причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Например, человек совершает какой-то поступок дурной, но он не уверен, что есть запрет в законе Божьем. А когда узнал, то грех стал еще более грешным. В каком смысле? Не в смысле поступка, а человек узнал, что он нарушил волю Бога. Это не частность какая-то, грех. «Ибо мы знаем, что закон духовен, закон предлагает нам образец жизни правильный, а я, плотян, продан греху. ибо не понимаю, что делаю». Опять из глубины человеческой экзистенциальности восклицает Павел, но некоторые толкователи говорят, что он реально описывает и свое состояние. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Как часто мы обнаруживаем в нашей жизни, что то, чего мы не хотим, то, что мы ненавидим, однажды мы делаем в каком-то маниакальном дурмане ради какой-то ежеминутной слабости, и потом депрессия, разочарование, мрак и страх смерти. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Вот это показывает ошибку Пелагиан. Пелагиане – это были еретики, которые считали, что, да, грехопадение было, но повреждение человеческой природы было не настолько серьезное. Нет. Это было такое повреждение человеческой души прежде всего. природы как раз тела – это меньше касается, что это сравнимо со смертью, как сказано, водами умираем. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Как же он не добр, если закон мне запрещает делать то, что я и сам не хочу делать, но я это делаю, потому что я раб греха. А мне надо стать рабом Божьей праведности. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех, то есть закон греха, как водами все умирают. Беззаконие зачатые. Во грехе родила меня мать моя. поэтому не надо удивляться, что люди срываются в греховный штопор и падают. Надо удивляться, что есть люди, которые начинают жить правильно, и об этих людях надо судачить, разговаривать, их житья надо читать, изучать. А то, что мы говорим о человеке, что он пал, что он не удержался, это наш брат пал. Это как падение в бою. Надо поддержать такого человека. Сказано, носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов. А ты говоришь, а мне мерзок его грех. Если он так пал, он мне никто. А Христос умер за праведных, он умер за нечестивых, он и умер за то, что мерзостью является для тебя самого, в тебе самом. Разве это не очевидно? А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, то есть все время это плот что-то требует, потому что желание добра есть во мне, в душе моей, ну там на самом низу, в глубине, желание добра. Но чтобы сделать оное, того не нахожу, сил не хватает, а для совершения греха хватает сил. Как один мужчина мне рассказывал, у него была проблема, ему дали послушание, 12 псалм мечтать ночью, в полночь, и у него не получалось, он будильник заводил, потом он стал два будильника заводить, не получалось. А потом он вспомнил, что до обращения к Богу он очень сильно пьянствовал, и он мог в час ночи, в три побежать, вот эти были ночные ларьки, и там в очереди стоять, на морозе, причем иногда в домашних тапочках, чтобы главное купить. живущий грех, он тебе будет помогать совершать грех, а вот делать добро, он будет сопротивляться, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброй, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю, какая-то такая шизофреническая раздвоенность, экзистенциальная, шизофреническая, если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Конечно, Павел обобщает, он как бы становится на точку зрения любого человека, каждого человека, а значит отчасти отражает и собственную точку зрения, ибо дух противится плоти, а плоть противится духу, и это раздвоенность, это брань, это борьба, она не прекратится до самой смерти. 21 стих и ниже. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, то есть самостремление, сегодня я исправлюсь, сегодня я проживу день иначе, дьявол начнет мешать по полной программе. У меня был случай такой интересный, я его как-то давно рассказывал, может быть, многие не слышали, один день я решил не врать, только один день, потому что это очень тяжело на самом деле. Я решил всем целый день говорить правду. Я тогда снимал квартиру в Москве, не там, где я сейчас живу, и была домохозяйка. И вот с утра я встаю, помолился, я в этот день был помогающий священник, я пошел позавтракать, как диабетчик, таблетки принял. Она меня спрашивает, ну, как суп, я говорю, суп плохой, какой-то безвкусный. Ну, в другой бы ситуации я бы сказал, ой, так все хорошо, спасибо. Но я решил один день говорить всем только правду. Она так на меня посмотрела, говорит, ну, вот, кофе или чай будете, я говорю, давайте лучше чай в пакетиках, а то кофе у вас как-то плохо получается. Когда я выехал из этой квартиры, она уже звонила моему настоятелю на ордынку и говорит, у отца Олега что-то настроение плохое сегодня, попробуйте его как-то там успокоить, может быть, какие-то переживания у него. Настоятель говорит, я ничего не замечал, но обращу внимание. Я приезжаю, значит, настоятель служит, я помогающий, я захожу в алтарь, приветствую. Он спрашивает, как здоровье, как настроение? Я говорю, не очень, плохо спал, с утра головная боль была, если диабетчик вовремя не поест, он даже может проснуться от головной боли. А настоятель привык к тому, что я всегда говорю, все отлично, все хорошо, слава Богу, чтобы никого не обидеть. И он так это напрягся. Под конец службы он подходит ко мне и говорит, может быть, ты сразу не поедешь на квартиру, отдохни здесь, в церковном доме. Я говорю, отец Борис, я здесь не могу отдыхать, там ваши внуки бегают, все время шумят, топают, тут не уснешь, я поеду. Он так посмотрел на меня. В общем, под конец дня начали мои духовные чадо созваниваться друг с другом и выяснять, что со мной произошло. Некоторые дозвонились на меня, представляете, они задают вопрос, а я решил отвечать прямо. В общем, все кончилось тем, что приехало там человека три, тут плюс домохозяйка, настоятель звонил, говорят, может быть, госпитализацию пройти как-то, кровь почистить, нервную систему успокоить. Настоятель готов даже оформить отпуск, съездить на море. Тогда это было возможно. Это один день, один день, и все восстает против тебя, все восстает против тебя и начинает бороться с тобою. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. это та реальность, которую мы переживаем, но Христос силен разорвать этот порочный круг и дать нам освобождение. Бедный я человек восклицает первоверховный апостол Павел. Златоуст называл его арфой Духа Святаго. Бедный я человек восклицает арфа Духа Святаго. Кто избавит меня от всего тела смерти? Тем более бедные мы. Вряд ли кого-то из нас можно назвать арфой Духа Святаго. Какие-нибудь расстроенные балалайки старой модели. Бедный я человек восклицает Павел. Кто избавит меня от всего тела смерти, от этих проблем? И находится решение. Решение всех спорных ситуаций, всех возможных конфликтов. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. За что же он благодарит Бога через Иисуса Христа? За то, что Бог судит не наши поступки, а наши намерения, прежде всего. Намерения. Он сердцевидец знает, что здесь ты никак не мог поступить иначе. Здесь ты просто проявил слабость. Здесь ты прямо повел себя не по-христиански. И зная наше стремление к чистоте, а как оно обнаруживается? Стремление к чистоте обнаруживается только тогда, когда человек проваливается в нечистоту. И когда нечистота становится реальностью его жизни, он начинает вожделеть чистоты. Он стремится к исповеди, он стремится к святому причастию, чтобы быть восстановленным в достоинстве чада Божия из состояния чада гнева. Итак, седьмая глава – это очень интересные темы, которые касаются без сомнения всех нас. Мы со всяческим вниманием должны относиться к каждой строчке Священного Писания. И сегодня мы изучили по этой главе два вопроса. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем изучать восьмую главу послания к римлянам. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. «Экзегет», «Экзегет».